Партнер программы. Сеть цифровых супермаркетов «Снежный Барс». На первом альтернативном информационный выпуск в студии Александр Иванчиков. Здравствуйте! Главные темы дня. Заплатим больше. В администрации города рассмотрели вопрос о повышении цен за проезд в общественном транспорте. Припомнить все. Блогеры и общественники обсудили с Вячеславом Наговицыным итоги его 8-летней работы на посту главы Бурятии. То ли еще будет. Сколько продержатся аномальные морозы в Бурятии и где в республике будет холоднее всего. Непонятная ситуация в рядах краснознаменных. Блондинка не оправдала надежд коммунистов. Юлию Болоневу исключили из республиканской фракции КПРФ. Ее взяли в свое время, чтобы разбавить ряды коммунистов молодой блондинкой. И не более того. В партии она числилась около 4-х лет. Этот статус и помог госпоже Болоневой попасть в ряды депутатов Народного хурала. Туда она прошла по списку. Как утверждают коммунисты, с момента избрания она забыла об обязанностях члена коммунистической партии. Ни разу не участвовала в партийных мероприятиях, таких как митинги, акции протеста, партийные конференции и пленумы. Как депутат Народного хурала регулярно нарушает партийную дисциплину. Кроме этого, очень часто нарушает решение фракции КПРФ в Народном хурале по голосованиям, по тем или иным опросам. Или голосует солидарно с партией власти. Или вообще не голосует, особенно по самым значимым и ключевым вопросам. Однако, несмотря на решение партии, сама Болонева информацию об ее исключении отрицает. По ее мнению, она все еще принадлежит к оппозиции. То есть вы так и находитесь в партии сейчас, да? Да, совершенно верно, я так и нахожусь. Хотя Болоневу и исключили из партии коммунистов, лишить ее депутатских полномочий никто не может. Такого механизма пока не существует. Согласно постановлению Конституционного суда Российской Федерации, депутат-списочник остается в парламенте, даже если был исключен из партии или сам ушел из нее. А теперь к новостям финансово-дорожным. Готовьтесь к повышению цен. Проезд в общественном транспорте может подорожать. Лондонские водители оценили его стоимость с учетом всех расходов в 80 рублей 22 копейки. В мэрии, правда, посчитали, что тариф завышен и выставили свою цену – 20 рублей. Сегодня депутаты Гурсовета вместе с перевозчиками обсудили новые тарифы и то, насколько они обоснованы. Обновили парк пассажирских транспортных съезд на 100%. Затратили при этом около 2 миллиардов рублей с учетом банковских процентов. Второе – на 100% отгостили автобусы датчиками системы ГЛОНАССКОМ. Единственные затраты – около 30 миллионов рублей. Ежемесячное обслуживание составляет около 900 тысяч рублей. Добавлю, что действующие цены были установлены два года назад. По словам водителей, бензин с того времени подорожал на 20 с лишним процентов. Однако пассажиры таким новостям не особо обрадовались. И так кризис, и так ни у кого денег нету. Ну, повысят. А с чего нам взять, например, пенсионеров? Нам же ничего не добавляют. Во-первых, бьет по карману, ну и зарплата не повышается, а цены растут и растут. Водителям можно понять, цены на бензин повышаются, на солярку. Так что им тоже в убыток себе не хочется работать. А вам, как пассажирам? Нам, конечно. Я против повышения. Взамен на прибавку в 3 рубля водители обещают бонус. В каждом автобусе будут установлены голосовое оповещение и двусторонние видеорегистраторы. По словам перевозчиков, это поможет избежать краш в маршрутных такси. Кроме тарифов на автобусы, возможно, поднимутся и цены на проезд в трамваях. Сейчас фланденцы платят 14 рублей. МУП управления трамвая просит 15. Сколько все-таки будем платить за общественный транспорт, узнаем 26 ноября после сессии Городского совета депутатов. Припомнить все. Блогеры, общественники и журналисты оппозиционной и местной власти встретились накануне с главой Бурятии. Собравшиеся обсудили с Вячеславом Наговицыным проблемы республики. Среди болевых точек обозначили молодежную и кадровую политику, сохранение бурятского языка, стратегию развития Бурятии. Причем никто из пришедших не стеснялся в выражениях и мог открыто выражать свою точку зрения, критиковать и смело задавать Наговицыну самые личные вопросы. Впрочем, и главе нашлось, что каждому ответить. Фрагменты трехчасовой беседы смотрите в нашем сюжете без комментариев. Ничего не предпринимается. Уезжают лучшие специалисты, краснодипомники. Будущее нашей республики. И, собственно говоря, республика таким образом обескровливается. Я считаю, что это в каком-то смысле провал молодежной политики. В 2007 году у нас количество миграционных отток составлял 2500-2600 человек. Ну, то есть это сальдо между прибывшими и убывшими. То в этом году, по итогам 9 месяцев, это 254 человека отрицательных отток. А в прошлом году положительная миграция была. То есть у нас наоборот, по статистике, количество прибывших было больше, чем количество убывших. Это и жилищная политика, которую мы запустили целый ряд программ, которые сегодня очень эффективно работают. И МЖК, и жилье молодой семьи, и жилье молодому специалисту, и 20% первоначального взноса в ипотеку мы оплачиваем. Безусловно, это сработало. Конечно же, очень важный вопрос – это качество образования. Вот здесь, конечно же, еще очень большой класс работы у нас для того, чтобы сделать так, чтобы наши медалисты, которые имеют все пятерки, чтобы не уезжали в поиски лучших условий для подготовки своей в Санкт-Петербург, Москву, Иркутск, даже Новосибирск и так далее. Что касается кадров, вы знаете, ваших советников, администрацию называют отстойник бывших глав района. Вы меня извините, пожалуйста, но если человеку район не доверил, он проиграл выборы, почему вы его берете на работу и какое они имеют право вообще быть советником? Это не говорит, что он, раз его не выбрали, то он потерял нюх, что называется, и свой профессиональный опыт работы как руководителя. Конечно, его надо использовать. Это же большое дело – пройти такую практику, поработать главой. Да и вырасти просто до главы из обычного молодого человека, даже надо пройти большой путь. А где вот людей брать тогда? Что, просто вот с улицы выйти на площадь, что ли, и взять, набрать новую команду? Это же не так просто. Все равно какой-то профессионализм должен быть, опыт. Мы говорили о том, что у нас бюджет будет бездефицитный в 2015 году, что будут реквендированы все очереди детские сады в 2015 году, будут реквендированы аварийные жири, ветхые жири. Вот эта концепция, которая была принята для развития республики, ставка на природнородную промышленность, ставка на туризм, мне кажется, не совсем себя оправдала. И вот, по крайней мере, те показатели, которые планировалось, мы хотели достигнуть. К сожалению, они не достигли. Ну, например, по той же западной плате, 45 тысяч, мы сейчас будем 28, а сейчас... Глянул кризис, тем не менее, да. И, естественно, многие вещи из стратегии были, в стратегии Российской Федерации были остановлены. Возникает вопрос, как разрабатывать вообще стратегию? Делать ее какую-то ущербную или все-таки ее оптимистичную делать? Рассчитывать на какие-то вещи, которые реально на поверхности лежат и все. Ну, ясно, что могут измениться. За 15 лет всякое может произойти, правильно, да? Но мы должны максимально показать путь, куда мы двигаемся, что реально, над чем нужно работать. А по ходу, безусловно, можно менять это. Ну, как мы можем разгонять свою заработную плату, если мы деньги из Федерации получаем? Нас останавливают. Но мы готовы были 45 сделать. Но нам говорят, нет, мы вам дотацию не дадим, у нас кризис, поэтому трансферты у нас сегодня срезают. Давайте все-таки уменьшим, скажем, уровень заработной платы, первых лиц, от которых отсчитывается дальше, и потом уже будет минимизация в собственном бюджете. Тогда назовите, сколько у меня должна быть заработная плата. Я же работаю не, как вы, по 8 часов, я же работаю по 18 часов каждый день. Работаю. Вы пополам поделите мою зарплату, и вы увидите, сколько она реально, на часовую переведите. Сколько это? Да. Сколько составляет зарплата? У меня около 400 рублей. 390, по-моему, у меня зарплата. У ректоров 500 заработная плата. Ну, я не считаю, что у меня огромная заработная плата. У депутатов Государственной Думы, у депутатов Совета Федерации больше, чем у меня заработная плата. У всех. Ну что, они что, больше меня работают, что ли? Вы же видите, я отпахиваю, вроде, свою заработную плату. Мы хотим учиться на родном языке. Я хочу, чтобы создали школы на родном языке, садики на родном языке. Если мы до 11 лет ребенка не выучим на родном языке, он потеряет свой язык однозначно и уедет. Абсолютно согласен с вами, что знание бурятского языка, во всяком случае, титульной части нашей нации, оно обязательно, они должны знать, потому что это сохранение культуры. Давайте посмотрим, как это сделать, но изучим все нюансы. Вот тоже одним нажатием кнопки невозможно это сделать. Единственное, я хотел бы просить, что вот ваше сообщество участвовать. Мы не за баррикадой друг по отношению к другу должны находиться, а мы в одной упряжке должны находиться, решать. Если вы займете позицию такую, что мы вас будем критиковать, потому что вы правительство, а вы там выворачиваетесь, как хотите, ну это же неконструктивно все. Мы же открыли ворота все. Мы готовы вас привлекать, ваш опыт, талант, все привлекать, привлекать, чтобы вы вместе с нами. Мы продолжаем выпуск. В гостях у нас сегодня Андрей Бородин, координатор штаба по тушению пожаров. Добрый день, Андрей. Добрый день. Ты как один из людей, которые присутствовали на встрече. Какое у тебя осталось мнение об этой встрече? Такое впечатление общее? На самом деле можно сказать, что участники встречи, такие нелояльные или оппозиционные блогеры, они помогли просто при службе главы решить свою задачу, потому что на следующий день все мы видели прямой эфир главы. И основной массив вопросов как раз был озвучен и на той встрече. Поэтому можно сказать, благодаря усилию участников встречи прошла такая репетиция техническая. И в этом отношении действительно они все сделали правильно. Всем интересно будет, вопросы отрепетированы или глава не знала те вопросы, на которые собирался отвечать, которые будут заданы? Те вопросы, которые будут заданы, на самом деле они были не отрепетированы. Это было видно зачастую по реакции самого главы и по реакции ближайшего окружения, потому что там были и члены правительства, и работники информационно-аналитического комитета. На самом деле, конечно, действительно разговор состоялся такой откровенный, и по крайней мере все участники встречи так или иначе в конце высказали удовлетворение произошедшим. Но самое главное, это то, что было дано обещание, что такие встречи будут проводиться и в дальнейшем, как минимум раз в квартал, но в каких-то определенных обстоятельствах, когда требуется действительно такой прямой и открытый диалог, он может состояться и во внеурочное время. А сложилось впечатление, что участники этой встречи, да, они пришли туда именно закусать главу или так вот провокации какие-то сделать? Ну, по большому счету, вот задача-то как раз оппозиционных лидеров и является, это может быть чисто даже в рамках какой-то политической борьбы можно рассмотреть, именно работать на определенные провокации, потому что когда ты выводишь своего собеседника из состояния равновесия, так или иначе проявляются его истинные какие-то намерения. И изначально ребята так и хотели сделать, но весь фокус ситуации был в том, что были добавлены дополнительные участники встречи, это известные журналисты, общественные деятели, в том числе и я, которые так или иначе, все равно мы своими вопросами чуть-чуть поменяли тот сценарий, который они изначально разрабатывали. И это минус, может быть, вот тех как раз организаторов, которые хотели бы более жестко, может быть, эту встречу привести. Ты как, ну, такой, да, человек в помощь, скажем так, да, какие вопросы ты задавал? Ну, у меня было два вопроса. Первый вопрос это по кадровой политике, да, о том, что нужно все-таки менять систему отбора людей на именно руководящие должности. В идеале, как я сказал, ну, мое предложение было такое, чтобы у нас было по три потенциальных кандидата на должность министра, уже сейчас действующие, работающие, чтобы, по крайней мере, они могли выдвигать свои какие-то альтернативные варианты, сценарии развития, чтобы так или иначе к мнению этих людей можно было бы прислушиваться. То есть возродить или, может быть, создать с нуля такой институт экспертизы, вообще экспертной оценки, чтобы у нас была экспертная позиция, чтобы мы знали, что этот человек смотрит с позиции, допустим, финансовой эффективности, это смотрит с точки зрения гуманитарного какого-то аспекта, а все вместе это дает нам как раз шире взглянуть на ситуацию. И второй вопрос был как раз по предложениям, может быть, даже, чтобы текущую ситуацию по озеру Байкал, то есть это и пожары, и снижение уровня, и уменьшение популяции в Ульмуля, мы зачастую требуется очень много денег, и мы не сможем ее решить без помощи федерального правительства и в большей степени лично главы Российской Федерации Владимира Путина. Поэтому мое предложение было разработать такой проект, чтобы Байкал стал персональным проектом Путина, как это было там по Амурским Тиграм, или когда он отодвигал нефтепровод от границы Байкала. Если такой проект создастся, то можно будет рассчитывать на дополнительное финансирование, которого в Бурятии нет для того, чтобы решить эти все проблемы. Как ты думаешь, ваши вопросы, все, которые были заданы, они были отвечены для галочки, или они куда-то уже пошли под запись и на проработку? Ну, по крайней мере, технически запись велась абсолютно. Я сам видел, значит, и на видео, и на аудиорежиме. Я думаю, что эти вопросы все будут проработаны, и так или иначе в дальнейшем использованы как в подготовке стратегии 2030, которые, наверное, главные флагманы информационные в ближайшее время будут. Ну, и так или иначе, я думаю, что определенные ответы будут даны на следующую встречу, которая состоится, наверное, уже в 2016 году, я так думаю. Были вопросы, которые, точнее, даже не так. Удалось ли участникам встречи вывести из равновесия главу? Ну, я бы сказал, что он достаточно уверенно держался, к определенным моментам он был готов, но наверняка он все равно знает эти позиции, там, допустим, та же самая зарплата, домик в Сотниково, там, бурятский язык, это все действительно более-менее на поверхности, просто не всегда еще четко проговорены на них ответы. Но держался он достаточно уверенно, и здесь действительно надо ему отдать должное, что он, по крайней мере, не боится какого-то открытого разговора. И даже на те негативные оценки, там один из участников поставил ему укол за работу за все 7-8 лет, которые сейчас находятся у руля республики, то он это принял достаточно так сдержанно и с открытым забралом, можно сказать. Спасибо, Андрей, что ты поделился своим мнением, видением, как это все прошло. А мы продолжаем выпуск. И кратко о других новостях. Чиновникам предложили встретить Трезвый Новый Год, правда, только в рамках одноименной акции, которая пройдет 12 декабря. Эта традиция возникла при жизни общественной цержаны Будаевой, а сейчас все больше набирает обороты. На Трезвый Новый Год по традиции придут творческие коллективы, музеи, звезды эстрады и представители наркодиспансера. Цель акции – полный отказ от алкоголя и табакокурения. Организаторы приглашают к участию всех желающих. Первая скоростная автомагистраль Монголии соединит Китай и Россию. Сейчас готовится проект магистрали из Замын-Уд до Алтан-Булага. Это первая скоростная дорога Монголии и, к тому же, самая длинная из существующих в стране – более тысячи километров. Строительство планируют завершить за три года и обойдется дорога в 12 миллиардов долларов. Участница красы Бурятия-2014 стала лучшей моделью в Черногории. Иркутянка Елена Гелева была не только единственной представительницей Сибири, ей также удалось стать одной из победительниц конкурса красоты. У девушки в коллекции уже есть короны конкурсов «Мисс Виртуальный Иркутск» 2011 года, «Краса Иркутска» 2012 года, «Краса России» 2013 года. В 2014 году девушка завоевала титул «Красы Байкала» в Улан-Удэ на конкурсе «Краса Бурятии». В рейтинге трезвости «Бурятия» на 55-м месте. В национальном рейтинге республика набрала 277 баллов, что позволило войти в число крепких середнячков. Как пишут на сайте рейтинга, в таких регионах антиалкогольную кампанию сложно назвать успешной и последствия потребления алкоголя выражены довольно ярко. При подготовке рейтинга учитывалось количество больных алкоголизмом, смертность от отравлений и преступления на почве опьянения. И к другим новостям. Как снизить плату за УДН до одного десятка рублей? Сегодня глава республики и мэр Улан-Удэ провели выездное совещание по вопросам начисления за общедомовые нужды. Чиновники проверили три дома по улице Банзарова. Жильцам двух домов удалось снизить плату за УДН в разы. В третьем работа только началась. Подробности далее. «Мы по всем категориям сделали анализ. Здесь практически на 45% у нас таких родов домов снижение УДН. Следующему дому, значит, восьмому, там у нас только-только работа начинается. Как раз будет очень интересно, с чего начать и чего мы уже добились показать». «Мы с жителями вплотную работаем, с советом дома. А вместе решили, что единственный способ снизить УДН – это вынести счетчики. И счетчики с класса точности 2 заменить на класс точности 1. Вот мы эту работу провели. Сейчас УДН, когда были на каждую квартиру 600, 700, 800 рублей. Вот в этом доме? Да, вот в этих домах. Сейчас снизилось от 11 до 16 рублей в месяц на каждую квартиру. «Сами ведем расчеты. Снимаем в один день 24-го одномоментно все 8 квартир показания сняли. Передали, читая «Энерго». У них взяли показания общедомового счетчика. Раньше мы платили 35-75 за квартиру, а вот за октябрь-ноябрь где-то 300 с лишним рублей пришли. А почему так получалось? А получалось, как потом уже в процессе выяснилось, люди по-разному передавали показания в счетчиках квартирных. Мы специально делаем объезд. Мы будем продолжать с мэром это делать, пока не нормализуется ситуация. Но уже сегодня понятно, что если не сопротивляться тому процессу, который идет, то можно создать условия, при которых можно платить меньше даже установлено Минстроем Республики верхнего норматива. А сделали это только всего лишь на все. Вынесли все счетчики, закрыли в антивандальный ящик. И дежурный только имеет, один человек имеет доступ к этим счетчикам. Много таких домов, порядка 5000 домов, где нужно как раз заниматься этой работой. Эта работа планомерная. Сейчас Вячеслав Владимирович говорил, таких домов становится все меньше, меньше, меньше. Только вот с периода с апреля, с сегодняшней недели, у нас порядка 1700 домов уже перешли на именно такую форму. В Бурятии установились аномальные холода. В некоторых районах республики столбики термометра опускались ниже 40 градусов. И это еще не предел. По прогнозам синоптиков, температура будет падать еще. Самое сильное похолодание в ближайшее время ожидается в Акинском районе, где прогнозируют морозы до минус 50 градусов. Как обезопасить себя от перехлаждения и помочь другим, смотрите в следующем сюжете. Это повязка варежка, которая накладывается при обморожении. То есть она один из вариантов повязки, который может быть наложен. В Центре медицины катастроф сейчас горячая пора. Специалисты готовят к оказанию первой помощи всех, кому делать это положено по профессии. Сегодня занятие у медиков 6-й поликлиники. В суровых климатических условиях умение правильно действовать может спасти человеку жизнь, уверен Никита Итабаев. За свои 16 лет, проведенных в БСМП, врач не раз видел, к чему приводят обморожения. Страшно, конечно, очень страшно. Путь до ампутации приходилось. Разные люди бывают, благополучные тоже. Кто-то выпил лишнего, кого-то избили. Абсолютно много причин. Прошлой зимой переохлаждение получили более сотни людей. 31 человек погиб. В этом году температура ниже климатической нормы. А значит, замерзнуть будет еще проще. При первых признаках обморожения, потере чувствительности, покалывания или жжении, необходимо сразу зайти в теплое помещение, укутаться и выпить горячего чая. Чего делать нельзя, если человек получил обморожение. Категорически недопустимо прикладывать обмороженные конечности к любому источнику тепла. Не важно, что это будет. Тепловентиляторы, батареи. Ни в коем случае нельзя прикладывать и помещать обмороженные конечности в емкости теплой, не дай бог, горячей водой. Особенно касается молодым мам и бабушек. Потому что увидев белые точки на щеках у ребятишек, они начинают очень интенсивно и очень агрессивно растирать. Растирать варежками, растирать снегом, растирать чем-нибудь. Этого делать категорически недопустимо, потому что нарушается поверхность на своей коже, повреждается кожа. И то, что она восстановится, это не факт. Впрочем, квалифицированную помощь пострадавшему могут оказать только медики. Потому главный совет сразу обратиться к врачу. Тем временем холода в Бурятии простоет еще пару дней. Уже с четверга синоптики обещают потепление. Светлана Сибиренко, Александр Хомаганов, первая альтернативная. В Улан-Удэ прошел республиканский турнир по ушу среди юниоров. Участники состязаний не только проверяют свои силы, но и обмениваются опытом. Возраст участников от 7 до 18 лет. Как отмечают тренеры, для младших ребят это очень полезно. Особенно для тех, кто недавно начал заниматься этим благородным видом спорта. Мы считаем, что ушу это очень достойный вид спорта, где можно проявить себя. Мы очень рады, что наш ребенок занимается этим видом спорта. А как ты начала учиться? Мы привели ее с мужем в школу. Это было наше обоюдное решение. И у ребенка было большое желание заниматься спортом. По итогам турнира будет формироваться команда для участия в чемпионате Сибирского федерального округа. Это были главные события понедельника, но не переключайтесь. Далее вас жду я с Виталием Ханихоевым и мы обсудим совсем другие новости. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...